Здравствуйте, дорогие телезрители! Я, Светлана Кузьмина, приветствую вновь вас на программе «Вдохновение». И сегодня мы хотим поднять тему хорового пения. Для этого мы в студию пригласили нашу гостью. Она возглавляет хор Заокской Духовной Академии. И зовут ее Дана Даманская. Здравствуйте, Дана! Здравствуйте! Сегодня многие говорят, что хоровое пение неактуально, оно неинтересно, оно не вызывает каких-то, может быть, острых эмоций. Что вы думаете по этому поводу? Я их всех приглашаю в свой Заокский хор. Петь или слушать? И петь, и слушать. Каждый раз, когда у нас начинаются новые репетиции, я пытаюсь на начальной репетиции что-то интересное внести, что-то принести новое для хориста, чем-то вдохновить их, вот прям по вашей программе. И таким образом даже те, кто не очень любит пение, и далеко, ну далек, возможно, от него, в силу вот определенных ситуаций, начинают петь, хотят петь и поют. То есть я так поняла, что вы верите в возрождение хоровой культуры? Только так. И вы призваны для этого? Я верю в это. Я надеюсь в это. Вы в Заокском недавно. Да. Какие были первые впечатления, когда вы приехали в Заокскую духовную академию? Я была в восторге. На самом деле, потому что Заокский, это всегда был для адвентизма, что светило, да, определенное. Поэтому это замечательно, когда в таком шикарном месте, я бы сказала, да, отдаленном. В шикарном месте вы имеете в виду природу? Да, и это тоже. То есть лес и поля. То есть есть на чем вот творческому человеку отдохнуть. Получить вдохновение, да? Вот просто даже вот возле этого озера посидеть и послушать, а как поют птицы, посмотреть, как вот вода, что происходит там. Для меня это важно. Дана, вы же приехали из Украины. Да. Как на украинском языке звучит слово «вдохновение»? Натхнение. Ну, для русского человека приставка «нат» – это означает, что что-то поднимающееся наверх, да? Как вы бы объяснили это слово? Для меня это Дух Святой. Почему? Потому что ничего, что бы я вот делала, если я делала без Бога и без Духа Святого, без молитвы, я уверена, это получится, это пройдёт, но внутри будет пустота. Хочется, чтобы вот, даже вот в самом маленьком, в приготовлении пищи, в уборке, в той же музыке, в маленькой детальке, но с Богом, но с Духом Святым. И тогда это особенное ощущение. То есть наши телезрители могут понять так, что всё, что вы делаете в своей жизни, вы делаете с вдохновением. Абсолютно. Даже на кухне. Да. Готовя пищу. Да. Это здорово. Я думаю, что нашим телезрителям будет интересно также послушать ваш хор, что мы сегодня им предложим. Одна из самых любимых, самых таких вот просто вдохновенных произведений оратора. Как она называется? Праздник Рождества. Хорошо, мы сегодня будем вспоминать Рождество. И смотрим на экран. Праздник Рождества. 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 В чудесную ночь огонь. В чудесную ночь. В чудесную ночь. В чудесную ночь. В чудесную ночь. Дана, сейчас прозвучало очень красивое произведение Ратора. Но вы же поете произведение не только Ратора, да, и других композиторов. Какие произведения вы подбираете для своего коллектива, каких авторов? Я очень люблю ту музыку, которую я пела в детстве. В моей семье сложилось так, что у нас пели все. Начиная с малого и заканчивая дедушками и бабушками. Музыка звучала постоянно в доме. Я знаю, что ваша бабушка, которая уже за 80 лет, она до сих пор поет в хоре? Да, она принимает участие. И причем она уже говорит, пожалуйста, можно я уже положен в молодежь? Отдохну, так сказать. А ей говорит, нет, а за кем будут идти? А к кому будут стремиться? То есть даже в некоторый момент это как определенный статус хора. Все-таки, Адама, не уходя от вопроса, да, каких авторов вы еще исполняете? И как вы подбираете? Самые разные. И Бортнянский, и Архангельский, и зарубежная музыка, Вивальди, Верди. Кто вот в этот момент позыв Духа Святого. Вы знаете, я когда выбираю произведения, у меня все в нотах. То есть пол, стол, я очень люблю вот сидеть в них. И в другой раз я говорю, Господи, покажи. Вот что бы ты хотела от нас услышать? И в этот момент вот ощущение Духа Святого. Я беру это произведение, и так и случается. То есть вот то произведение, которое я выбираю я сама, конечно, в результате не звучит так, как показано мне Богом. Я очень люблю всех и уважаю композиторов, потому что это очень тяжелый труд. И я пытаюсь сделать то, что они хотят. Но я не расчленяю вот этот хороший, этот плохой. Вот как идет, что нужно в данный момент для церкви, для меня, для хора. Вот начинает хор унывать, потому что вот такая вот серьезная музыка. И раз какую-то искринку, что-то интересное, чтобы им хотелось жить, чтобы им хотелось вдохновлять. Вы упомянули понятие такое серьезная музыка. Что для вас вообще серьезная музыка? Это классика? Или это может быть современная серьезная музыка? Что вы вкладываете в это слово? Это же можно... Очень часто, кстати, по телевизору употребляют такое понятие. Вот это серьезная музыка, это несерьезная, это популярная, это классическая. Что для Даны Даманской серьезная музыка? Серьезная музыка – глубокая музыка, осмысленная музыка. То есть не могу сказать, что современные композиторы не пишут. Просто они упрощают некоторые. Упрощают сейчас все-таки классические нормы, классические правила. То есть нет правил, без правил, но тем не менее они оставляют основную, скажем, классическую джаз направление, поп и вот этого всего. То есть не хотелось бы, чтобы оно коренным образом влияло на хоровую музыку. Но тем не менее я использую в хоре это. То есть некоторые направленности, возможно, не чистой воды, вот джаз, но какие-то моменты, обработочки интересные. Современные элементы музыкального языка. А вот возвращаясь к глубокой музыке, это осмысленная. Все-таки для меня это начальная музыка. Это Бортнянский, Делецкий, Архангельский, Рахманинов. Вот те столпы, скажем, духовной музыки. А есть какой-то любимый композитор, к которому вы, может быть, в своей работе чаще обращаетесь? И, как говорят, у нас еще в народе больше лежит душа. Есть такой композитор? Очень люблю Модриса Закиса. Очень люблю. То есть это старинное, но это то, что, будучи маленькой девочкой, на коленях у папы, слушая басовую партию, молитва, во все. Вот каждый раз я начинаю дирижировать на определенном этапе своего роста, каждый раз я ее чувствую по-новому. Каждый раз излитие Духа Святого особенное. И вот это то, что действительно вдохновляет. Это то, что я говорю, адвентист, который вдохновился в Духе Святом. То же произведение «Веру» и его. «Веру» — это Флерковского. Нет, скоро ли он придет. Закиса, Модриса Зайца. Припев там идет «Веру», «Веру» и «Веру» вот такой вот. Да, это очень известное произведение. Я знаю, что очень много поклонников у этого произведения. Я думаю, что настал тот момент, когда мы вновь можем порадовать наших телезрителей хоровым пением. Что мы на этот раз им предложим? Архангельский «Глазом моим». «Глазом моим» я Господу возвал. Итак, смотрим на экран. «Глазом моим» я Господу возвал. 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 определенную импровизацию и ритм. Вот его самая главная сложность. И для детей это сложно. Но что я замечала, делает свой плюс. Почему? Потому что считай, пожалуйста, ой, я не могу, это так нудно, зачем? А когда в джазе они уже вот интуитивно чувствуют вот эти переходы, это все намного красочнее получается. Надо признать, что мы всегда с удовольствием смотрим на хоры американские, английские, где выступают в основном афроамериканцы. И вот эта музыка, о которой вы сейчас сегодня упомянули, она звучит естественно. Считаете ли вы естественным, когда русский человек, украинец, ну, скажем, славяне, славянской национальности, хористы, вдруг начинают петь их музыку, духовную музыку, но это все-таки культура афроамериканская. Как вы относитесь к этому? Я за. Да. Возможно вообще такое? Да. Разумное. Почему? А баланс есть какой-то? Да, вот почему? Потому что это сложно в плане того, что позиция звука другая. И вот кровь все-таки, да? Почему говорят, вот дай славянам только затянуть, вот дай только попеть. Вот я буквально на прошлой неделе вернулась с первого всемирного форума хоровых дирижеров, который проходил в Санкт-Петербурге. И с нами работали мастера самых разных национальностей, культур, маэстри просто вот большой величины. И все они, работая с нашим хором, вот с наших дирижеров, сделали хор. Работая с нашим хором, просили сопрано, пожалуйста, слушайте, тише, мягче, светлее. То есть у них было такое требование, когда выходили русские дирижеры, они просили, пожалуйста, сила звука, атака, опора. То есть совсем по-другому. И вот что для меня было вот для как молодого дирижера интересно, большущее значение имеет жест. Я об этом знала, всегда и читала, но все-таки вот становятся два дирижера, два профессионала на высоком уровне. Ставят руки, и вот совсем по-другому хор звучит. Почему? Как? Вот это это и есть джаз и, скажем, русская классика. Как она соотносится? Как ее научить? Сейчас есть замечательные ученики, которые, и вот они родились вот этим ощущением вот этого джаза, вот этой позиции. Музыкальная свобода, будем так говорить. Да, строение голосовой связок, тех же, если говорить о пении, да, и их заставлять петь вот в классической мере. Все реально, но зачем? Очень сложно, наверное. Да, и сложно. А в данном случае я хочу сказать, что знать все и уметь все, это замечательно, но это делать все хорошо, качественно. То есть не хочется брать даже ту же зарубежную музыку и петь вот этим грузным, тяжелым звуком. Назывался грибом «Полезай в кошку». В кузов, да. Есть такое, есть такое. Вы как представитель молодого поколения музыкантов и как человек, который вырос в церкви, который получил определенное духовное образование у себя в семье, в церкви, учебном заведении, а также человек, который знает очень много и западной культуры, и современной культуры. Вот если бы вы давали советы молодому реганту, церковному служителю, музыкального служения, какие бы вы советы дали этому человеку, имея вот такой богатейший, несмотря на вас молодой возраст, имея такой богатейший опыт. Какие бы рекомендации вы дали молодому регенту, который приступает к музыкальному служению в церкви? Прежде всего, учись своему. Научись, выучи. Дай моменту голове осознать. То есть, очень часто, ну, и я имела такую наглость, а я так чувствую, а я так хочу. Я своей учительнице поддерживаю, говорю, ну, почему вот здесь снятие, я так не хочу, я здесь чувствую агогику, и мне хочется. Она говорит, деточка, вот, пожалуйста, сейчас, в данный момент, сделай так, как я тебе говорю, как я тебя прошу, а дальше, вот, дойдёшь до уровня, закончишь аспирантуру консерватории, пройдёшь, проживёшь 40 лет, станешь специалистом, вот тогда мы с тобой обязательно поговорим. Вот то же самое я говорю своим студентам сейчас, которые учатся, пожалуйста, выучите, вот сядьте, а таким вот степенным читайте, учитесь, смотрите, анализируйте, но не критикуйте. Дух критики, он всегда уничтожает. Да, анализируйте, вот правильное слово, ставьте вот эту грань, вот это я имею право ценить, осуждать, думать, а здесь всё, это творчество определённого человека. Мы не знаем всех нюансов, почему так случилось, почему этот дирижёр взял такой темп, почему так случилось, да, мы только, ой, это медленно, ой, это быстро, да, то есть мы прокритиковали, потому что в этот момент мы не успели вот, может быть, до конца почувствовать наслаждение, но это право творца, это право руководителя. Да, но я вам очень признательна, что мы сегодня очень много говорили о хоровой музыке, и я думаю, что мы ещё встретимся в этой студии и продолжим наш разговор. У нас есть добрая традиция, в конце каждой программы мы задаём пять коротеньких вопросов, и если успеем, то мы дадим пять коротеньких ответов. Первый вопрос. Ваш любимый композитор? Рахманинов. Какая музыка чаще всего звучит у вас дома? Разная, классическая в основном. Какое качество вы более всего цените в христианине? Честность, доброту. Библейский герой, который повлиял на ваше формирование? Иосиф. И последний вопрос. Когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо тебе за то, что ты есть. Аминь. Дана, мы ещё раз вам благодарим за эту встречу, которую вы нам сегодня подарили. Дорогие телезрители, приощряюсь с вами. Мы хотим, чтобы вы посещали хоровые концерты, чтобы вы приходили в церковь и слушали прекрасное хоровое пение. Будьте благословенны. Смотрите наши передачи. Будьте благословенны. Будьте благословенны. А всех существ того свой светорует, И даешь ты с любовью Отца. 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 И даешь ты с любовью Отца.